Новосибирск 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 Я восхищен не зданием, потому что я уже это восхищение пережил. Я восхищен атмосферой, которая формируется в зале. Знаете, вот накал страстей и энергетика, она прям вот хоккейная. Она сильно отличается от того, что мы переживали в таком любимом домашнем севере. Новосибирск К тому тайбрейк выглядел логичным завершением игры. Извините команду, которая построена, чтобы выигрывать сейчас. Мы пошли на выбор, немножко смотрев вперед на завтра. Но я считаю, что получился хороший финал за этот суперкубок. На тайбрейке о грехе, который локомотиву удавалось сглаживать по ходу предыдущих партий, вышли на первый план. Нападение разладилось, как и блок, а решающий очко «Зенит» и вовсе набрал подачи. В этом компоненте железнодорожники уступили сопернику с лихвой. Четыре эйса против четырнадцати у казанцев. «Зенит» завоевал первый трофей в сезоне. Три-два. Локомотив не может победить «Казань» вот уже 18 матчей подряд. Из всех соперников по Суперлиге «Зенит» самый непростой для железнодорожников. Не важно, с каким счетом. Все равно это поражение. Тяжело, обидно. Но надо держать удар уметь. Не важно. Надо вставать и идти дальше. Полноценного подарка на новоселье себе и болельщикам локомотив сделать не смог. Но это лишь начало сезона. Свой следующий матч железнодорожники проведут уже на этой неделе. В среду игра против «Нефтяника» из Оренбурга. Хоккейная «Севиль» впервые за три года сумела обыграть Нижегородская торпеда и взяла реванш за обидное поражение на выезде в начале сезона. Команда Николая Заварухина одержала уже вторую победу в текущей домашней серии и подтвердила статус одной из самых результативных команд «Востока». Подробности поединка в сюжете Александра Ширудила. После поражения от полумолодежного состава «СКА» Сибири важно было провести игру с торпеда максимально сконцентрированно. Хозяева в своем стиле сбили стартовый натиск соперника, после чего вышли вперед, благодаря удачной игре на чужом пятаке Никиты Шашкова. Гости быстро отыгрались, реализовав большинство, но на перерыв команды все же ушли с преимуществом Сибири. Романцев, Романцев, шайба в воротах и на добивании Чесалин. Определяющим в матче стал второй период. Романцев и Комаров довели преимущество хозяев до крупного, а все попытки гостей отыграться пресекал вышедший в основе впервые после перерыва длиной в месяц Антон Красоткин. Голкипер совершил несколько эффектных спасений и в третьем периоде по-настоящему выручил команду. В предыдущий матч сыграл не особо уверенно. Сегодня спасибо большое ребятам, столько на себя поймали бросков, играли четко по заданию. В конце игры, когда торпеда попыталась забросить третью шайбу, даже не дали шанса. Так что спасибо большое ребятам, что помогали мне. Именно в заключительной 20 минутке давление торпеда на ворота хозяев было самым сильным. Гости реализовали еще одно большинство. Жесткость и накал борьбы на площадке дошли до запредельного уровня, а судьи не спешили реагировать. В итоге напряжение вылилось в массовую стычку. После этого эпизода новосибирцы заиграли в образцовый боевой оборонительный хоккей, удержав преимущество в счете 4-2. Команда выиграла за счет командного духа, игры, то есть системы. Сегодня выиграли очень важную игру, я считаю, как не за 2 очка, а за 4. Мы соседи по турнирной таблице. И очень здорово то, что получилось сегодня выиграть. Примечательно, что после этого поединка игроки Сибири признали лучшим в составе команды Антона Красоткина. Голкипера, который, как и Алексей Красиков, долгое время находился за спиной Сятери. Пока Финн не впечатляет, Красоткин получил шанс реабилитироваться за неудачный матч как раз против Торпеда в Нижнем Новгороде. Впрочем, даже после этой победы новосибирцы остались на втором месте по числу пропущенных шайб среди команд лиги. Пока хоккеисты чередуют победы и поражения, футбольный Новосибирск идет по сезону без существенных потерь. Команда Сергея Кирсанова вышла на чистое второе место в турнирной таблице ПФЛ. Благодаря победе над Нижегородской волной. Это уже вторая подряд победа Сибиряков на выезде. После успешного матча с Барнаульским «Динамо» в Нижнем Новгороде Новосибирску пришлось непросто. Команда владела преимуществом и регулярно создавала опасные моменты у ворот хозяев. Но забить никак не удавалось, даже из убойных позиций. Волна отвечала контратаками и моментами после стандартных положений, но на последнем рубеже Сибиряков надежно действовал Николай Цыган. Решающей стала атака Сибиряков уже на 81-й минуте. Прорыв по флангу, подача в центр и классный удар вышедшего на замену Ивана Скученко. Мяч влетел в вороту от штанги. Победа 1-0 позволила новосибирцам сравняться по набранным очкам с лидером группы «Тюменью». Но у конкурентов есть преимущество в виде двух матчей в запасе. Следующую встречу наша команда проведет 7 октября также на выезде против одного из своих преследователей Ульяновской Волги. На сегодня это все новости спорта. В студии работала Кристина Лата. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok